Вот эта вот крыша. Это прогулочные дворики. То есть туда народ поднимают, и там начинается гвалт такой сумасшедший. Александр сидел здесь 10 лет назад. Мы встретились с ним во дворах Бутырки у одного из знаковых для сидельцев и их родственников мест. По вечерам люди приходят к этому забору и используют его как переговорный пункт. Выкрикивают номера камер и имена заключенных, с которыми хотят поговорить. Здесь проще всего кричать, конечно. Здесь проще всего. Это единственное место, которое более-менее, где ближе всего. Туда не докричишься. Это бежевое здание называется Кошкин дом. Психиатрический стационар при Бутырском изоляторе. Единственное место, где вместе содержатся и мужчины, и женщины. Раньше на этом месте был женский корпус. Отсюда и название. За 17 месяцев, проведенных в СИЗО, Александр успел побывать и в Кошкином доме, и в общем корпусе, и в так называемом Воровском продоле. А Воровской продол, потому что там, в основном там сидели, ну, вот эти генералы криминального мира с тремя, с тремя лично, вот, познакомился. Кстати, в 90-е годы так называемым ворам в законе в Бутырке жилось вполне комфортно. Так, в 94-м году ОМОН задержал участников Воровского схода прямо в здании изолятора. Он проходил там с разрешения начальника СИЗО. Я с Бутырским изолятором познакомилась в 2011 году. Отбывать наказание в хозяйственный отряд сюда отправили моего друга. Чаще всего он просил меня привезти ему не еду и даже не сигареты, а носки. Александр объяснил, для чего они были нужны в таком количестве. То есть вот, куда деваются, например, в Бутырке носки? Носки распускаются на ниточки, из ниточек плетутся вировочки, вировочки, еще вировочки. И получается дорога из этого дела. Поэтому вот это сто пятьсот пар носков, это как раз там самая история. Там на них груз вешается и пошли. Раз в год в Бутырке для заключенных из хозоотряда проводили день открытых дверей. В этот праздник родственники могли во внутреннем дворе вместе с заключенными пожарить шашлыки. Под золотые хиты отечественные попсы арестанты ловко крутили шампуры, переворачивая мясо. Дарили родным четки собственного производства, сделанные из упаковок доширака. И проводили экскурсии по своим камерам. Мой адвокат где-то там передал деньги. Но это все отдельная история. Когда этот открыл свою форму, я увидел штук восемь телефонов. Я говорю, а ничего, что он? Да ладно твой телефон, вот смотри. Он просто не первый раз видит адекватный человек. Ему там похихикали. Но реально у него восемь телефонов, зарядки какие-то. Это место знакомо каждому, кто ждал из бутырки своих родственников и друзей в любую погоду и в любое время года. Люди приходят в бюро передач с многокилограммовыми пакетами. Самое страшное приехать под вечер. Даже за 20 минут до закрытия посылку могут и не принять на усмотрение сотрудников. А список разрешенных передачи продуктов помнят даже спустя много лет. Хлеб пшеничный, ржаной, сухари, сушки, пряники, конфеты, шоколад. Рыба холодного копчения с апреля по октябрь не принимается. Вермишель быстрого приготовления, беспроизводственные упаковки и специи и так далее. Пачки сигарет и папирос вскрываются и ломаются. По-моему, должна была быть сломанная каждая десятая, или каждая вторая, или каждая третья. То есть у них была какая-то там своя процедура на приеме, и сигареты заходили наполовину сломанные. То есть, грубо говоря, все пачки должны быть высыпаны, не в пачках. И потом мы эти сигареты, собственно говоря, сломанные, мы их в пачки засовывали обратно. А сломанные сигареты, ну, половинки, их тоже курили. Будешь выпендриваться, сейчас все сигареты к тебе приедут сломанные. Несмотря на то, что условия содержания в бутырке считаются неплохими, в распоряжении арестованных есть и спортзал, и возможность заказать себе доставку еды, один из бывших заключенных, с кем мы пытались договориться об интервью, перезвонил нашему продюсеру и с облегчением сказал, «Я очень рад, что этот клоповник закрывают». Конец цитаты. Наталья Шагирова, Сергей Корсаков, Никита Борисов. Настоящее время. Москва. Субтитры создавал DimaTorzok